27 февраля в зале ЦРТДЮ собрались школьники практически со всего северо-запада Башкирии, учащиеся Нефтекамска, Тоташлинского, Дюртелинского районов и города Агидель. Каждый пришел сюда со стремлением открыть для себя вуз, имеющий 80-летнюю историю существования. Мы с классом пришли сюда, чтобы узнать, какие есть специальности в УГОТУ, что вообще предлагает этот университет, ну, конкретно филиал, какая стипендия, какие возможности есть, какие профессии можно получить. Ну, то есть, как бы для нас сейчас, для будущих абитуриентов это очень важно. И мы хотели бы узнать, чтобы больше информировать себя сейчас, именно сейчас, как раз перед экзаменами, чтобы в будущем уже сделать правильный выбор. Сегодня Уфимский государственный авиационно-технический университет привлекает абитуриентов в первую очередь с набором востребованных специальностей. Большинство из них относятся к приоритетным в развитии отечественной промышленности и науки. Кроме того, ребята, получающие знания в этом учебном заведении, в случае активной научной и творческой деятельности, могут претендовать на завидную стипендию. Вот стипендия у этих студентов доходит до 20 тысяч. Я смеюсь, говорю, что ребята, придете на производство, будете иметь меньше зарплату, чем сейчас ваши стипендии. Ну, и второе, может быть, привлекательное для абитуриентов, то, что мы сегодня единственный вуз в республике, который не только сохранил военную кафедру, то есть мы даем высшее военное образование и готовим офицеров запаса. Но, кроме этого, мы открыли еще учебно-военный центр. Это центр, который готовит кадровых офицеров для армии. То есть это фактически высшее военное училище в структуре гражданского вуза. На дни открытых дверей побывал и глава города, который, к слову, тоже является выпускником МУГАТУ. Иллюз Гарифуллин в своем выступлении подчеркнул, что Нефтекамск нуждается в целеустремленной, умной, образованной молодежи. Также он отметил, что у подрастающего поколения есть замечательная возможность стать востребованными специалистами, не уезжая из родного города. Получив необходимые профессиональные навыки в местных филиалах вузов. Лариса Динмухаметова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».